Не скупясь на хронометраж и текстовые смыслы, встретить День независимости так – роскошь, о которой мечтает каждый медиахолдинг. Более двух десятков прямых включений, общее число авторских рубрик, тематических сюжетов, интервью хорошо, если не втрое больше. Все это обрамят четыре новостных выпуска и приправит панорамный эфир. Обнимем всю Беларусь, покажем, как празднуют регионы. Потерялись в цифрах и локациях, но это только пролог эфирных спойлеров. Разберем ДНК информационного канала. Здесь два сервера, с которых мы вещаем. Это видеосюжеты. Там у нас титровая станция, там у нас суфлер. Там вот плеер, с которого мы будем вещать. На этих двух линейках будут там всякие спецэффекты, шапки, шторки заведены, которые будут визуально украшать еще наш эфир. Добро пожаловать за кулисы! Главная сцена эфирного марафона – шестисотка. 3 июля студия будет трудиться внеурочно и примерит серо-голубую гамму в декорациях государственной символики. Обязательный пункт на карте телевещания – выпуск. Здесь точно знают, сколько весит каждый материал в секундах. Интонации триумфального дня о белорусской государственности услышим в исполнении секстета ведущих. Многие люди по некоторым причинам не могут быть в центре событий, поэтому от нас тоже зависит атмосфера праздника. В такие государственные праздники телевидение транслируется в какой-то совсем другой формат. Это такая площадка эмоций. Более того, команды начинают готовиться к 3 июля, уже с 4 июля после праздника. Независимость в динамике за объективами четырех выездных студий. Одна из них покажет Беларусь миротворческую. Проследует по маршруту реабилитационного центра в Истрашицком городке. Там, по поручению главы государства, получают помощь и шанс не взрослеть раньше времени дети Донбасса. До старта славянки разогреем аппетит меломанов. Все, Витебс, дубль один. Перенесемся со съемочной группой в Витебский амфитеатр. И в шаге от вторых игр стран СНГ. Поговорим с теми, кто, несмотря на политические междометия оппонентов, своими победами доказывает, чем больше давление, тем больше сопротивление. Стоит на страже успехов легкой атлетики и филигранно выступает в Пятиборье. В этом году, пожалуй, очень большая ответственность. Мы прекрасно понимаем, что происходит сегодня в мире, где независимости стал более особенным. Мы сейчас находимся возле спортивной арены, где будут проходить открытие вторых игр стран СНГ. Наших спортсменов пытаются изолировать, лишить международных соревнований. А это очень важно для молодых ребят. И у Беларуси есть такая возможность дать им эти международные соревнования, несмотря на то, что Запад пытается нас изолировать. Изолировать телевизионщиков не по телу даже стихии. Летний дождь для нашей съемочной не повод уходить на техпаузу. На натуре работают в полной комплектации. От продюсеров до операторов. Чтобы, вы знаете, студия состоялась. Как это должно быть в раскадровке? В раскадровке. Ну, обязательно крупный план ведущего. Так. Это вот будет одна из этих камер выполнять функцию. Дает красивую крупную картинку с размытым красивым фоном. Для того, чтобы нам заявить данное место, мы используем общий план. Большая работа впереди. Работа по монтажу, постпродакшену. Большая команда видеоинженеров. Чтобы 3 июля наши зрители увидели праздник на своих экранах. То, что суверенитет, статус бесценный, подтвердят в монументальном масштабе. С мобильной студии отправятся туда, где в 44-м были разбиты немецкие подразделения. У мемориала партизанам Нарачанского края расскажут, почему нашей стране не грозит эпидемия исторической амнезии. Здесь, как и везде в Беларуси, есть сожженные деревни. Были люди, которые защищали свою страну. Это память о них. Память о тех, кто добывал для белорусского народа право быть самим собой. И самим распоряжаться своей жизнью, свободой и страной. Именно на этой локации мы и решили поговорить о нашем новом проекте. Это цикл документальных телефильмов «Война народная». Он будет состоять из семи серий. Одна из них уже вышла в эфир. Она была посвящена именно штабу партизанского движения. И еще у нас впереди шесть фильмов, в которых мы будем рассказывать о героизме наших партизан в годы Великой Отечественной войны. Апеллировать с документальными фактами будем в люфт-паузах инфоканала. В киноформате узнаем историю восставших на святое. Попытки Третьего рейха отделить Беларускую церковь от московского патриархата и сделать ее автокефальной. Работая над этим фильмом, я четко поняла, что действия нацистов на оккупационной администрации в 1941-1942 годах это та же методичка, по которой действовали в 1920 году какие-то маргинальные структуры, пытаясь разобщить общество, разобщить народ. Нам нужно учиться на том, через что прошли наши предки, и не совершать этих ошибок. Нам нужно направить все свои силы на развитие, свое развитие, развитие своей страны. Каждый кадр инфоканала подтверждает, независимость – это возможность, которая сегодня проявляется для Беларуси абсолютно во всем. В социальном штиле, протбезопасности, возможности выбирать союзников, иметь свое слово в большой политике, вещать телевидению. О телеракурсе главного праздника страны в главном эфире. Тарья Тарасова, Дмитрий Горкуша, Алексей Юнош.